Сримад Бхагаватам, 10-я песня, 66-я глава, Паундрака Васудева Самозванец, название главы. Так, мы продолжаем с вами читать 10-ю песню, это 11-й текст, санскрит. Ахшао-хинья-бхям-самь-якто, нисчак-крама-пурат-трутам. Паундрака, Апи и Тат, его Удьогам, приготовление Упалабья, заметив Махарадха, могучий воин. Ахшао-хинья-бхям-двумя полными воинскими подразделениями. Сам Юкта, сопровождаемый, нисчак-крама-вышел. Паурат, из города, друтам-быстро. Перевод текста. Увидев, что Господь Кришна готовится к битве, могучий воин Паундрака быстро вышел из города с двумя воинскими подразделениями. Так здесь готовится сражение. Ну, это внешняя характеристика здесь. Тут есть, конечно, внутренние причины любого действия. Мы учимся именно этому в практике, в духовной практике, распознавать внутренние причины деятельности. Есть внешние факторы, мы их наблюдаем, конечно же, что происходит в мире, в жизни, что делают соседи, что делают наши друзья, и не всегда понимаем, что происходит по поступкам. Как говорится, что себя нужно видеть, оценить, оценивать по поступкам, а других по мотивам. Это хорошее определение. То есть так можно избежать всех проблем в жизни. Но часто происходит наоборот. Себя мы оцениваем по мотивам, мы себя понимаем хорошо, оправдываем. Здесь свои мотивы, причины этой деятельности. Поэтому я всегда, ну, как бы прав. Есть причины, я делаю это. А других видим только по поступкам, не видя их мотивов, их причин. И возникает разногласие. И здесь Паундрака, что же он делает? Вообще речь идет о Кришне здесь, в Десятой Песне Бхагава. Но причем здесь Паундрака тогда, этот самозванец. Он подражал Кришне. Он пытался действовать внешне, как верховная личность Бога. И отчаяния говорят, эта тенденция присуща каждому рожденному в этом мире. Вот о чем пытаемся освободиться. От этой ложной позиции. Ложная позиция заключается в том, что если человек получает что-то в этой мире, ну, например, деньги, получает тысячу долларов. Он хочет получить потом десять тысяч долларов. Получает десять тысяч долларов, хочет сто тысяч долларов. Потом хочет миллионы. И предела нет. Куда же он идет таким путем? Хочет занять верховное положение. То есть он хочет стремиться стать Богом. Как бы ввести такие богатства или способности, или ситхи, знания, чтобы преобладать над всем сущим. Вот, собственно, все человечество, оно в этом направлении движется, как говорится, Вавилонская башня, да, есть такой пример, где люди хотели что-то создать более великое, чем создал Бог. То есть они хотят пересоздать эту природу материальную, человека заново создать, делают роботов, там, не знаю, что-то еще программируют, какие-то вещи. Это тенденция. Вот, они не останавливаются, пока не почувствуют, что они достигли превосходства над материальной природой, полностью ей управляют. Полностью управляют. Это был Паундрак. Он достиг великих вещей, если сравнить с тем, что люди сегодня знают и имеют. Вот Паундрака был великим человеком. Ситхи. Он был ситхами. Ситхи, главным образом, способности великие, нужны только для того, чтобы убедить других в своем могуществе. Ну, себя убедить и других. Например, если я сильнее кого-то, ко мне приходит убеждение, что я сильный. Но когда кто-то сильнее меня, мнение может поменяться. Это все относительно. Если кому-то удалось стать сильнее кого-то, он думает, что он могущественный. Забывает, что над ним еще есть... Всегда есть иерархия какая-то. Сегодня люди отрицают, что над ним кто-то есть вообще. Ученые даже отрицают, что над человеком есть кто-то выше. Ниже есть, не говоря. Ниже и животные, там, совсем примитивные формы жизни, но выше человека вряд ли нет. Ну, как теория, как предположения, там, какие-то гуманоиды, там. Из ряда фантастики больше. Но реально они не признают этого. А на самом деле, конечно, иерархия идет очень-очень высоко. Вплоть до верховной личности Бога, конечно же, да. До источника, до абсолютной истины. Это понятие есть у человека абсолютная истина. Но что такое абсолютная истина? У него понятия нет. Объяснить человек не может это. Не может. И вот в этих главах, вот в этих разделах описывается, что такое абсолютная истина. То есть нужно понять мотивацию любого явления, любого поступка, даже такого явления, как Вселенная. Там есть мотивация, причина. Вот когда мы сможем разобраться в мотивациях, мы сможем приблиться к пониманию абсолютной истины. И начинается с чего? С себя. Что я делаю? Зачем делаю? Почему делаю? Для чего делаю? Какая цель моей деятельности? Эти вопросы сегодня не обсуждаются. По большому счету цели сокращены, упрощены. Ну, какая твоя цель? Ну, работай, зарабатывай деньги. Ну, и все, что-то остальное сам решает. Вот все, что тебе мир предлагает, пользуйся. Выше этого ничего не существует, выше творения человека. Ограничены наши цели, настолько ограничены, что все люди несчастны. Вроде бы даже имеют то, что вот кто-то имеет, неплохие вещи, деньги там, но... Ну, нет, все ограничено. И Паундрака, он достиг такого совершенства, что мог убедить людей, огромное количество людей, всех практически, с кем он общался, что он верховная личность Бога. Он владел такими ситхами, способностями. Ну, самозванец, это не что-то новое. Видите, Паундрака был одним из таких самозванцев. В современном мире много самозванцев. Немало, на моем веку я видел немало самозванцев, которые все объявляли Богом. Некоторые из них были просто как немножко сумасшедшие люди, немножко странные. Некоторые всерьез, нормально, адекватные люди, которые были убеждены, что они есть Бог. Есть теория такая философская, очень распространенная, что при слиянии с Браманом ты становишься Браманом, становишься Богом. То есть так же. Ты и Дух. Есть всеобщий Дух. Браман, Ага, Марма, Асмея есть душа, и не тело. То есть есть такая философия, что люди знают отличия материи и Духа. Но в итоге они говорят, что душа, сливаясь с общей душой, прекращается индивидуальное существование ограниченное и становится Богом в слиянии. Ложная теория. Это тоже самозванство. По сути дела, цель тоже самая, стать Богом. Там отрицается служение. Самое ценное, что есть для души, мотивация, это любовь, причина, любовное служение. Она отрицается. Избегается. Поэтому это тоже форма атеизма, говорится. По этой причине. Там, где нет служения, там нет отношений с Богом. А кто такой Бог, нельзя понять. Без взаимоотношений. Он необъясним. Он непостижим. Вы не можете. Никто не может. Он сам себя до конца понять не может. То есть абсолютно без граничества своих потенциях. Границ не существует. Поэтому речь о его полном понимании невозможна. Но мы можем знать полностью свои взаимоотношения с Ним. Вот. По-дураке такие отношения были странные. Он себя возомнил Богом. Он поверил в свои силы, в свои знания, в свои ситхи. Он был столицей, город Каши, где все поклонялись Ему как Богу. Были храмы с Его изображениями, с Его мурти. Предлагались службы, пуджи там все. Еще совершались религиозные обряды. И люди получали определенные блага от этого даже. Потому что он обладал ситхами. Ну, например, если мы поклоняемся какому-то сильному миру сего, и он может нас наградить. Тоже благо можем получить. Может нас обеспечить деньгами или чем-то еще. Может быть, положение нам даст в обществе высокое. Люди стремятся служить великим людям, потому что это тоже приносит какую-то выгоду. И Паундрака, собственно, выполнял эту роль. У него столица была Каши, город Каши. И Кришна пребывал тогда на планете. История-то о нем, собственно говоря. То есть, Бхага написывает его игры. И как часть этих игр, вот Паундрака появляется, который пишет ему письмо, вызов. Что ты незаконно принял это положение в Асудеве, Бога. Хотя на самом деле это я, Верховная Личница Бога. По своей высшей милости не зашел на эту землю, чтобы освободить падшие души. А ты незаконно захватил все мои атрибуты. Атрибуты какие? Диск, булава, лотос и палец. Ну, вот эти атрибуты четырех руках вишну держат. В четырех руках это вот такая, ну, скажем, олицетворенная такая форма. Эти атрибуты, они имеют продолжение во всех материальных предметах, объектах. Раковина, она олицетворяет пространство, звук. Мы в пространстве живем. Ну, допустим, лотос означает, что он очень нежно обращается с преданными. Булава означает, что он убивает демонов. Тут есть сражение, тут есть любовь, тут есть пространство, тут есть, ну, то есть атрибуты. И эти четыре руки у него, вот, в зависимости, как располагаются эти атрибуты, в разных руках они могут меняться. Меняются его имена. Свойства несколько меняются. Трансформируются. Ну, как, драгоценный камень, который вот вращается, он начинает переливаться. Вот, 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 у него такие вещи. Это вот обычное представление о Боге в ведической культуре, что он имеет четырехрукую форму, как вишну. Потому что вишну поддерживает этот мир, у него четыре руки с этим атрибутом. То он драгоценил четырехрукую форму. Скажите, как? Искусственно. Как-то он приделал еще две руки себе. Причем очень искусно, потому что он был в ситхаме. И люди понимали, люди чувствовали, что он настоящий вишну. Прямо ходил с этими атрибутами, четырьмя руками. Сделал себе такой же шлем, как, ну, по описанию, у вишну. Великий. Гирлянду в аджаянте до самых стоп. Все украшения, все атрибуты были на нем. Даже колесницу сделал, точную копию. Вот он просил в Кришне, что, если ты добровольно отдашь мне свои атрибуты, я тебе, значит, дарую жизнь. Если нет, то я, значит, вызываю тебя на поединок. И там решится, кто настоящий из нас, с двух. Ты или я. Бог. Итак, если кто-то омнит себя Богом, вызывайте его на поединок. Тут много сразу приснится. Не каждый рискнет. Если кто-то обладает могуществом реальным, с ним не каждый рискнет вступить в поединок. Когда Кришна получил это письмо, во дворце собрания Саудхарма в Двараке, они очень долго смеялись с друзьями над этим письмом. Но вызов был принят. И вот Кришна явился. Увидев, что Господь Кришна готовится к битве, могучий воин Паундрака быстро вышел из города с двумя воинскими подразделениями. То есть Кришна подошел к городу, к столице Паундраки. И Паундрака тоже вышел из двумя подразделениями Акшаухини. Там много, большое количество войск. И тут еще три текста следующие мы читаем переводы. «О, царь!» За Паундрака следовал его друг, царь Каши. Видя свои три Акшаухини, Господь Кришна увидел, что Паундрака держит в руках его символы – раковину, диск, меч и палец. Паундрака, тут меч есть, вместо лотоса. У Паундрака также был поддельный лук Шаринга. Это атрибут Вишну, лук Шаринга. И знак Шреватца. На груди завиток волос. Особое место для богини процветания. Все скопировал. Шреватцу себе приклеил. Лук Шарингу сымитировал. Четыре руки. И самозванец украсил себя фальшивым камнем Каустубха и гирлянды из лесных цветов. Каустубха прямо на груди Господа находится. Этот камень драгоценный. Живое существо. Если вы хотите узнать, о чем думает Господь, в каком настроении, не угадайте. Он непроницаем. Но камень чувствует Каустубха. Он чувствительный. Он меняет цвет. И по этому цвету, когда смотрите на камень, вы начинаете понимать, в каком настроении Господь. Это его служение. Одно из его служений. Каустубха. И гирлянды из лесных цветов. Он был облачен в одежде из тонкого желтого шелка. На его флаге был изображен Гаруда. На голове красовалась драгоценная корона, а в ушах сверкали серьги в форме окул. В точности Вишну смотрите. Интересно, если создать такую вот картину. Впечатляюще выглядит. Мы не знаем, почему впечатляюще, но впечатляюще. Почему, когда на голову что-то люди одевают, это выглядит впечатляюще? Кто задумался на это? Выглядит впечатляюще. А почему? Если кто-то на себя одевает такую штуку, то нужно понять, почему он одевает эту штуку. Мотив, причина, чтобы казаться выше. И он в это верит, когда одевает просто какую-то шапку, ему он сразу становится величественным. Он сам в это верит. Мотивация, видите, какая? То есть мы развиваем мотивацию одеждами, поступками, словами, потерями, приобретениями тоже. Мотивация может меняться, допустим. Некоторые люди себя недооценивают. Не знают себя. Другие переоценивают себя, придумывают что-то о себе. Это все мотивация, все причины вот этой лжи, ошибок. Неправильная мотивация или неправильная еще самооценка, как говорится, это главная причина материального заблуждения, невежества. Кто я? В этом все запутаны. Ни один человек не знает себя доподлинно. Только по внешней форме может себя оценить. Вот я такой или такая. Мне нужно как-то с этим жить. Либо это очень красиво, либо не очень красиво. И с этим тоже нужно жить. И вот люди как-то выкручиваются из положения, чтобы как-то жить полноценно. Но мотивация у всех такова, что хотят жить великолепно, в роскоши. С такими штуками, знаете, с золотом, не знаю, ну как угодно. Откуда это все? Это от Кришны. Кришна так украшена. Вот интересно, мы вроде бы забыли Кришну, но что-то помним. Оказывается. Мы Бога помним, оказывается. Просто не знаем, что это Бог. Называется Бог. Как Прупада с этим ученым говорил о Кришне, тут ученый-материалист. Доктор Бенфорд. Есть записанные разговоры, беседы. Науки самосознания. Она публикована. Было не так-то просто с ним о Боге говорить, потому что он материалистичен. Ученый-материалист. Но когда Прупада стал ему объяснять, что вокруг мир, он устроен очень разумно, и когда ученый стал понимать это, чувствовать, что тут есть разум присутствует, Прупада дал ему это почувствовать. И Прупада сказал, что все это есть Кришна, ничего кроме Кришны нет. Он был в шоке. Он сказал, что я не знал, что это Кришна. Я понимал, что это тайна, этот мир. Что это? Это кладезь знания. Ученые интересуются, изучают. Тут, да, кладезь знаний, тут много тайны. Но я не знал, что это Кришна. Но ты знал тайну, это тоже Кришна. Ты видел красоту, это тоже Кришна. Ты видел богатство несмертное вокруг, это тоже Кришна. Откуда все это? И зачем все это? По мотивации найдешь это. По внешним признакам ты что увидишь? Ну, увидишь, что просто вот сама природа действует. Нет Бога. Вот вулканы извергаются, вот так земля образовалась. Но если пойдешь дальше по цепочке вулкана, а почему они извергаются? А, там есть такие условия, такие законы. А, то это откуда? И мы придем к солнечной энергии. А солнце откуда черпает энергию? Очень трудно ученым понять. И так далее, и так далее, и так далее. И в конце концов, любой ученый, если он добросовестный, он придет к пониманию источника всего этого творения, разворачивается по закону причинно-следственному. Причина-следствие, причина-следствие. И вот он идет обратно, идет обратно, размышляет, вот он сосчитывает все это и, конечно, догадывается. Есть источник. И что такое источник? Они не знают, для них это пустота. Но нужно определить по мотивации источник. Иногда говорят, Бог – это любовь. Чтобы внутреннюю сторону показать, что это за явление такое. Любовь все хотят. Мы по природе созданы, как бы, да? Из любви, говорится, и для любви. Ну, живое существо, естественно. Так. Тогда откуда вражда? Вот описывается. Откуда вражда? Имитирует Бога, живое существо. Незаконно. Самозванец. Каждый. И поэтому, говорится, если в общем говорить об этом материальном творении, каждый имитирующий Бога, где, а это каждый человек практически, наказывается смертью. Есть смерть в этом мире. Это вкратце, если говорить вот об этих внутренних причинах, внешних каких-то факторах, то если мы откажемся от этой мотивации, мы сразу узреем свою вечную природу. Смерть теня для души. Мы освобождаемся от смерти. И, то есть, мы работаем с мотивацией. Ну, то есть, мы делаем то же самое внешне, то же самое, но с другой мотивацией, чтобы это было пронисано духом любви и преданного служения к Богу. Не занять его место, а увидеть его истинное положение. Это потрясающее положение. Это потрясающее качество, потрясающая форма, потрясающие игры. Это самые потрясающие отношения. Вечные отношения. Они описываются вот в Шимонбхагаватах. Специально эта книга создана для того, чтобы представить личность Бога. Тем людям, которые завидуют Ему, полезно читать об этом. Все люди завидуют Богу. Говорят, я не верю в Бога, я не завидую Ему. Нет, нет, нет. Для тебя есть Бог другой просто. Ты создал Бога все равно какого-то. Все равно кому-то поклоняешься, все равно кого-то перед кем-то благоговеешь, на кого-то ориентируешься, кого-то слушаешь, за кем-то ты идешь. Но есть разная ветость веры, говорится. Либо вы поклоняетесь Богу, либо полубогам, стихиям этого мира, либо сильным миром всего, политикам или ученым, или деятелям культуры, либо поклоняетесь духам и привидениям, опускаетесь на этот уровень. Три типа веры в целом. Они могут смешиваться. И трансцендентный уровень над материей, когда нет материальных мотивов, можем осознать, что над всем этим существует трансцендентная личность, источник всего. То есть Кришна. Итак, все атрибуты были на месте у Паундраки. Шалапрапада пишет в книге Кришна, это комментарий, когда два царя предстали перед Кришной на поле боя, Кришна впервые встретился с Паундракой лицом к лицу. Интересный момент. Если кто-то имитирует Бога, ну тогда идите до конца. Увидите Бога тоже. Так тоже есть способ так увидеть Бога. Можно быть демоном, и демоны тоже рано или поздно приходят к Богу, потому что о нем думают. Они с ним соперничают. А у него нет материального тела, а у него нет материальных качеств. Вы не можете его назвать как-то. С материальной точки зрения у него нет материальных названий. Значит, как бы о нем ни думали, как ни называли, его это не коснется. Можете его оскорблять, его это не коснется. Можете с ним враждовать, его это не коснется. А что его коснется? Ваше стремление к нему. Это он увидит. Он все благое, но не только хорошие вещи. Вот это стремление к Богу, оно настоящее, даже у демонов. Это реальная вещь. А их описание и понимание Бога ложное, но стремление настоящее. И так же в нашем мире мы видим, что стремление к чему-то возвышенному реальная вещь. Но люди не знают, что такое высшее совершенство. Не знают, куда идут. В невежестве это делают. Но реально нам нужно развиваться. Факт. Каждому и всем вместе, в целом, как обществу, нужно достигать совершенства более высокого. Дальше, 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 дальше. Сегодня мы путь неверной выбрали, цивилизации. Плохой. Все хуже и хуже. Мне они не понимают, что это приводит, конечно же, цивилизацию к разрушению. Хотя историки уже говорят, что было много цивилизаций до нас, и все были уничтожены. Как? Сами себя уничтожили. Все отцвели. Это не что-то новое. Не думайте, что кто-то придет просто и спасет так просто. Нет, должно быть желание, стремление. Хотя бы невежество, но стремление. Хотя бы вера какая-то должна быть, надежда должна быть какая-то на это. Потому что когда нет уже ни веры, ни надежды, знаете, чем люди занимаются? Не скажу слух. Они смотрят друг на друга, как на ощущение гениталиев, и все. Когда уже нет ни веры, ни надежды на что-то возвышенное, тогда просто они управляются гениталиями. Больше ничем. Они пускаются ниже животных. Они что только не придумывают на этой почве. Столько фантазий сексуальных. Это показатель того, что вера падает, деградирует. Духовность деградирует. То есть человек превращается в цивилизованное, лакированное животное. Он выглядит блестяще. Он все эти атрибуты может божественность себе на себя надевать. Новый материал придумать, что все это было с блеском, с красотой. Одежды. Сегодня атрибуты-то машины, техника, телефоны, интернет. Это атрибуты современные. Где лишь, даже вы не найдете ценности, просто увидите внешнюю форму. Вы даже иметь ничего не будете. Просто виртуально вам дадут. Вы скажете, о, у меня так много всего. Если бы только были деньги, чтобы платить за это все. Вот до такого уровня люди сегодня уже опустились дальше. Поэтому, когда у них отнимают интернет, считают, что наступает гибель цивилизации, отнимают телефоны, мне конец. Они так думают. Или деньги теряют. Думают, то же самое, мне конец. До такого уровня люди сегодня, вот, сознание опустилось. Это неверное направление. Когда Прупада просил учеников представлять ему проблемы современного мира, а он бы давал какие-то решения ведические. И одну из проблем тут же представили Прупаде на следующий день. Прупада сейчас проблема, это нефинной кризис. Тогда вот уже начался этот кризис нефтяной, что много нефти требуется, сильный расход, предприятия работают на нефть, там машины, там бензин, керосин, самолеты. То есть сейчас очень большой расход идет энергии. Все это выкачивают из земли, поэтому земля, ну, как бы, нарушается ее равновесие внутреннее постепенно. Говорят, что нефть – это кровь земли. Ее нельзя выкачивать оттуда. То есть будут нарушения, связанные с орбитой, климатом. Много всяких вещей, последствий может быть. Но они не знают, что делают. Помните, это свинья и дуб, да? Этот крылов, свинья, корни дуба там подрывает, съедает. И они не понимают, что вот этот дуб, он ее уже кормит. Уничтожает себя тоже в конечном итоге. И правопады сказал, да, нефтяный кризис – решение очень простое. Мы знаем это решение. Но мы не скажем, это только для Екатеринбурга, то есть никому не говорите, хорошо? Нужно ездить на лошадях, на слонах, на верблюдах, на мулах, и не будет нефтяного кризиса. Вы скажете, а как же ты на лошади до Челябинска, до Екатеринбурга? Это слишком далеко, на машине-то тут два часа, я там. А зачем вам туда, в Челябинск, скажите? А я там работаю. Вот видите, что получается? Вы живете в Екатеринбурге, работаете в Челябинске, и вам уже машина необходима, вы не можете без нее обойтись. А если бы у вас была лошадь, вы бы не работали в Челябинске, работали в Екатеринбурге. Напротив, работа была бы вашего дома, или прямо дома, понимаете? Вы бы никуда не гоняли вот так с такой скоростью, не жгли бы этот бензин. То есть много проблем решается, видите? Но попробуйте у современного человека отобрать машину, или интернет, или телефон. Телефон сейчас невозможно, да? Представить нашу жизнь без телефона. Но как говорится, что... Хорошо, вы сейчас переговорите по телефону. Раньше писали письма. Вот письма могут остаться. После вас даже, вашей перепиской. А что останется после того, как вы по телефону поговорили? После вас. Ничего ценного не останется. Лучше все-таки писать письма. Это история. Это история, это ваши мысли. Это не просто болтовня по телефону. Это, знаете, это время. Послать нужно письмо. С каким-нибудь гусем, там, лапу привязать, понимаете? И гусь летит, там, перелетный. И вы ждете, там, вы страдаете в разлуке, вы думаете друг о друге возвышенно. Кто-то получает ваше послание. Плачет вообще. Боже мой, письмо пришло. Столько времени, все нормально. Ну-ка, все хорошо. Боже мой, столько любви в этом письме. Дай-ка я отвечу ему. Снова гуся нужно отправить в обратную сторону. А сегодня тюк-тюк-тюк. Алло, алло, как ты там? Ну, все нормально, все, пока я пошел. Вот ценности перемещаются, видите? Если мы перемещаем ценности в технологии, во внешние какие-то факторы, внутренние факторы уменьшаются. Если живем в обычной среде, созданной природой, где есть аскеза, где нужно время, если вы хотите семечек, нужно посадить их и ждать осени. Не на рынок идти, да, с семечками. А посадить в огороде подсолнух. Он вырастет, и осенью получаете семечки. Вы умеете ждать, выращивать, вы умеете трудиться, вы умеете... Много что умеете. У вас развиваются одновременно и внешние факторы здоровья, потому что вы трудитесь, и внутренние, как терпение, почтение, понимание вещей, как эти процессы. Вы должны понимать эти процессы, выращивать эти продукты. Или как вы торгуете это отношение с людьми. Это не просто взять такой супермаркет, построить это отношение с людьми. То есть вы должны знать много, внутренние и также вещи над собой работать. Если вы хороший человек, к вам люди придут. Если вы нехороший, к вам не придут. Поэтому также многое зависит, в основном не много, а все, вся наша жизнь зависит от качеств наших. Эти качества задуманы через аскезу практиковать в этом мире. А люди хотят устранить аскезу сегодня, как раз вот причину их развития, внутреннего развития. Жить без аскезы превратится в блокированное животное. Это комфорт, это такие удобства всевозможные. Аскезы тоже нужны от человека. Поэтому они что? Они делают фитнес-клубы, да? Нет, чтобы пойти на огород. Там поработаете, там такой фитнес. Нет, они там одевают такие в обтяжку, я видел костюмы. Такие, понимаете, чтобы видно было все. И там занимаются, их там вдохновляет тоже сексуальная энергия друг друга. Там работают над собой. Фитнес-клуб лучше, чем огород, понимаете? Потому что там мальчики и девочки красивые. Ну и прочие-прочие вещи. Не буду их критиковать. Слишком много людей. Их тоже жалко. Просто для понимания, о чем тут речь идет. И какие вот... Почему так важно, да, эти вещи изучать? Эти вот, так сказать, легенды, да, думают материалисты. Это не легенды. Вот с этого все начинается, что кто-то подражает Богу. Есть такие великие люди, которые впечатление создают могущество на обычных невежественных людей. И они им подражают. Они поклоняются фактически. Вот этого нужно избегать. Никому не нужно поклоняться, кроме Бога. Нет Бога, кроме Бога, так говорят в Азии мусульмане. Нет Бога, кроме Бога. Тур Павел говорил, «Голд из голд, год из год». Золото есть золото, Бог есть Бог. Вы ничем не заметите его. Никаким человеком, никаким полубогом, никаким язычеством, никаким персональным романом, никакой теорией, никаким своим богатством, никакими своими способностями не превзойден. И он и есть естественный источник, как бы, счастья, благоговения и объект поклонения. Потому что поклонение – это наша природа. Это проявление любви. Если есть любовь, будет поклонение. Если мы любим деньги, мы можем деньгам поклоняться. Куда акценты перемещаются в любовь? На внешнюю энергию или на внутреннюю энергию? Если мы поймем мотивацию верховного, мы немедленно влюбимся в него полностью. Если увидим внешнюю деятельность, скажем, нет, страшно. Он разрушает, он наказывает, он потопы посылает, он так же суров. Внешне акцентрически. Одна женщина спросила про упаду в Индии. Почему, если он милостивый, милосердный, описывается Бог, добрейший из всех добрых, лучший из всех лучших, почему создает ад и материальный мир, где много страданий? Это вот внешняя вещь людей сбивает с толку. Тут пропадал хороший пример. Вы мочитесь и испражняетесь. Но я же не скажу, что вы плохой человек. Это же вас не характеризует внутренне. Это ваша внешняя, функциональная, физиологическая деятельность. У Бога тоже есть вот эта внешняя деятельность, которую создают не он, а живые существа. Он лишь соглашается с этим, если вы настаиваете и несете ответственность. Поэтому вы-то выстрадаете, он-то не страдает, потому что он не совершает таких действий и не призывает к таким действиям. Вы же его имитируете. Вы же думаете, что вы безгрешны, можете делать все, что хотите. Вы же думаете, хочу, разрушу, хочу, создам. Вы же так думаете. Если случается землетрясение где-то сильное, мы были в Армении когда-то там после землетрясения, то люди говорили, за что нас Бог наказал, почему? Несправедливо. То есть, Бог не должен наказывать нас таким образом. Это несправедливо. А я могу сбросить ядерную бомбу на Хиросиму на Гасаки, понимаете? Я могу, я имею право. Бог не имеет права наказывать человека. А я имею право. Это, по-моему, драка. Это называется, по-моему, драка. То, что здесь описывается. Я сам себе считаю Богом, принимаю решение. Как пожелаю. И, к сожалению, конечно, желания мои, просто человеческие желания, они неблаготворны для всех. Я их только для себя, ради себя это делаю. Ради какой-то группы людей. Но для всех живых существах нет такого человека, который могу понять на природу всех живых существ. Нет такого человека, обусловленного. Поэтому через Бога мы действуем, через Его знания. через Его положение. То есть сознание Бога нужно обрести. Нужно понять, кто Он, Его мотивация. И действовать согласно Его мотивации. Потому что Его мотивация выше всего, превыше всего. Он желает блага каждому живому существу. Это и есть настоящее положение Бога. Если вы на самом деле чувствуете и знаете любое живое существо, знаете его прошлые жизни, его мотивации, причины его положения, если вы знаете, как их вести дальше, все эти формы жизни, то вы Бог, конечно же. Если можете такую вселенскую форму проявить и в полном знании, то, несомненно, вы Бог. Мы прочитали все тексты, которые у нас сегодня были запланированы? Да? По 18-й. А, по 18-й. Я тут остановился. Читаем дальше. Текст у нас будет 15-й. Перевод. Когда Господь Хари увидел, что царь нарядился, подражая Ему, словно актер на сцене, он рассмеялся. Комментарий. Шла Пропада описывает этот эпизод так. На все его поундраки одеяния, но все его поундраки одеяния, все, и убранство было бутафорским. Каждому было ясно, что поундрака словно актер, нарядившись в театральный костюм, играет роль Васудеевы. Увидев поундраку, подражающего его осанке, и одеяние Господь Кришны не мог сдержаться от всего сердца рассмеялся. Бутафория. Ну, к сожалению, нелегко распознать, конечно, эту иллюзию, но окружение Кришны сразу увидело, что это лишь подражание, искусственность. Искусственность. Но сегодня искусственности люди как-то верят почему-то. Верят в искусственность. Если вы талантливо что-то сыграете, дурное, это дурное будет распространяться, потому что люди примут ваш талант, поверят в это, в эту имитацию. Симитировать можно любовь в кино, например. Может, такой любви у людей нет, но они могут сыграть ее, сыграть просто. Человеческую любовь показать, и люди поверят в это. Когда мы встречались с Павлом Лунгиным, который создал этот фильм «Остров», мы с ним встречались, немножко пообщались. Он не философ, но человек очень тонкий, творческий. Я спросил про этот фильм, как он снимал его. Сказал, там ничего не было, мы построили этот монастырь для съемок. на север там эти вот озера есть, места там такие северные, красивые, такие аскетичные как раз подходят под эту тему, монастырские аскезы. Он говорит, там ничего не было, мы построили и играли вот этот фильм. Говорит, я не писал даже этот сюжет, сценарий, потому что кто-то это сделал из студентов, учащийся во ВГИКе, по-моему. Это была одна из его работ каких-то курсовых. Я, говорит, просто нашел, прочитал, подумал, и сделал, как бы вот, разработал эту режиссуру и снял этот фильм там. Для этого строили прям там монастырь, дома там, все как нужно. То есть, он появился. И после этого фильма люди, он сказал, стали приезжать туда, чтобы молиться. Они думали, что там и есть этот монастырь до сих пор. Я им объяснял, нет, нет, это для съемок было построено, тут нет монастыря. И все равно, до сих пор едут туда, чтобы просто поклониться этому месту. Потому что был создан такой фильм, он связан с Богом, поэтому это в данном случае неплохо. Пусть нет монастыря, но Бог есть у людей, появилась вера. Все, что связано с Богом, прямо или косвенно, конечно, благо. Но мы говорим сейчас о том, что можно создать иллюзию любую при помощи кинематографа. Можно создать величие человека, знаете, такое там, как Бог будет просто. Собственно, большинство вещей, видимо, вот в этом направлении сегодня. Люди будут верить, верить в себя, в свое невежество, понимаете? Они будут думать, да, во мне все это есть, и просто не раскрыто, и вот они начинают верить. Нет, погоди, кто ты сейчас? Ты собираешься стать великим? Хорошо. Нелогично. Кто ты? Спросите человека. Я собираюсь стать великим? Нет, а сейчас ты кто? Не важно. Вот такое мышление сегодня развивается у людей при помощи вот этой иллюзии, подражания, искусственности. Кто вы? Я собираюсь стать миллионером. Вот кто я? А сейчас вы кто? Не важно. Но я уже миллионер в будущем. Вот это иллюзия. Вот в этой иллюзии люди сегодня находятся. Пропада об этом тоже говорил. Итак, Кришна рассмеялся, потому что это было искусственно, подражание было. Силаджива Госвами отмечает, что скопировать с такой точностью одеяние и облик Господа Паундраки позволило благословение, которое он получил от Господа Шивы. И об этом рассказывается у Таракханди Шипадма Пураны. Он получил благословение от Шивы, когда совершал аскезы. Отсюда его сила была. Видимо, он просил Шиву сделать ее подобным Богу. Ну, Богом стать невозможно, Шива сказал, но ты сможешь выглядеть как Бог. Вот внешне, при помощи внешней энергии это можно сымитировать. То есть, такой вот спектакль сделать. Великий спектакль, знаете, это был великий спектакль. Столько самозванцев в Индии есть, которые, ну, люди считают, что они Бог. Много очень. На этой почве ведической много таких самозванцев. Недавно, я также несколько лет назад узнал, что в Китае сейчас происходит подобное, как и в России. Когда духовное знание начинает распространяться, как бы вот заново, да, в обществе было утрачено, начинает распространяться, и люди начинают думать о душе и Боге, много появляется вот этих имитаторов. Первое, что проявится, люди начнут имитировать это. Вот в Китае сейчас тоже есть такие вот аватары появляются, проявления божественные. А я таких аватаров в России видел, когда вот в начале движения, ой, было сколько, Иисуса Христов было много видели, Баларам приходил к нам. Да, вот люди так начинают мысли, там, чакру какую-то раскрутят, знаете, во сне, и все уже, и думают, что они уже какие-то великие. Вот, оказывается, не так-то просто, даже носить эти атрибуты, с таким шлемом он не наклонится даже, будет падать у него, нужно поддерживать его. А Кришна свободно ходит, ничего у него не падает. Абсолютно при этом свободно себя ведет, это удивительно, никто так не сможет одеться, вы не сможете ходить даже так. Если так вас одеть, вы будете просто стоять, и все, и двигаться невозможно будет. То есть, Кришна не сковывает такие атрибуты, его не сковывает целое творение, потому что он при этом ничего не делает. Попробуйте так. Создать целый мир, при этом ничего не делает. Вот это все о Боге. «Враги Господа Хари напали на него с трезубцами, палицами, дубинками, пиками, ришти, зазубренными дротиками, копьями, мечами, топорами и стрелами». Комментария нет. Трезубцы, палицы, дубинки, пики, ришти, зазубренными дротиками, страшная вещь, копьями, мечами, топорами и стрелами. Все, что было, направили на Бога. Интересно, что Кришна думает, когда на него нападает с оружием? Обычный человек думает, враг, негодяй. А Кришна так не думает. Говорит, он служит мне сейчас. Он хочет с ним сражаться, а для него это игра, понимаете? Его же убить невозможно. Для него это игра. Но он служит мне. Ему нравится это. Однако Господь Кришна яростно отражал натиск армии Паундраки и Кашираджи, состоявшие из слонов, колесниц, коницы и пехоты. Господь уничтожал врагов своей палицей, мечом, диском сударшана и стрелами, подобно тому, как огонь, бушующий в конце космической эры. Кашираджи уничтожает разных существ. Потому, как огонь, бушующий во время разрушения вселенной, сжигает все дотла. Своим оружием Кришна сметал вражеских слонов, лошадей, колесниц и пеших ратников. Последний текст. После боя, усеянная обломками колесниц и покалеченными телами лошадей, слонов, людей, мулов и верблюдов, которых разрубил на куски диск Господа, сверкала, словно ужасная арена танца Господа Пхутапати Шива. В себя радость, в сердца мудрецов. Пхутапати поверили призраков от Господа Шива. Шеллапрапада описывает эту сцену так. Поле битвы напоминало место, где Господь Шива танцует свой грозный танец, когда наступает конец света. Это лишь разжигало боевой пыл в воинах Господа Кришны, и они сражались еще яростнее. Внешне кажется битва очень страшным явлением. Но если вникнуть в мотивацию воинов, им не страшно сражаться. Опять же, есть внутренняя причина этого и внешние события. Такие ужасы тут описываются в войне, но мудрецы сыпали цветы, радовались. И воины сражались бесстрашно, с еще большей силой. Их не останавливает этот ужасный внешний эффект разрушения. Видите, какая сила мотивации? Если у нас есть правильная мотивация, мы должны обрести бесстрашие. Я есть душа, слуга Бога. Да, это вот наша мотивация, которую мы культивируем. Она приводит к полному бесстрашию, говорится. Когда про Паду спросили, что вы чувствуете, когда повторяете Харе Кришна? Он сказал, полное бесстрашие. Это и есть совершенство. Хорошо, вот мы почитали эту историю, часть этой истории, паундраки, самозванца. Пожалуйста, какие у нас будут вопросы дополнения? Дорогие, я понимаю, пожалуйста, перейдите, пожалуйста, на телефоне. Вы сегодня говорили очень много про мотивацию. Скажите, пожалуйста, откуда берется мотив? И вот если старый мотив, они уже всегда исчерпали и не вдохновляют действовать, а новые еще мотивы не созрели, то есть что делать в этом случае? Как вот этот мотив обрести правильно? Перезагрузка. Это состояние перезагрузки. То есть новая программа закладывается. Когда мы начинаем практику духовную, если она авторитетная, это подобно перезагрузке. Вы убираете старую программу, по которой работал наш ум, чувство, все остальное. Какая-то программа. Две вещи. Я и мое в основе всей нашей деятельности, лишь две мотивации, две причины, кто я и что такое мое. Я это тело и все, что телу принадлежит, мое. Этим я живу, с этим я умираю. Только об этом и думаю. Теперь, значит, мы говорим, я не это тело. Берем другой, другой, как это называется, другую программу. Это удаляем постепенно, философски. Ничто тут мне не принадлежит, все принадлежит Богу, мы говорим. Мы философски постепенно это удаляем программу. Возвращаем программу, что все принадлежит Богу, я его слуга. Теперь нужно научиться, как бы вот разработать эту программу, теперь нужно разработать в деталях. Что это означает? Моя профессия, моей семье, вообще в жизни, в миссии правупады. Вот так постепенно мы новую жизнь создаем в себе, новое рождение. Мы рождаемся заново. Мы должны теперь развивать эту концепцию служения. И концепция «я» и «моё» – это концепция удовлетворения своего «я» при помощи «моё». Удовлетворять себя, то есть, ну, стать паундракой, стать Богом. И она основана на вожделении. Вожделение – сильное желание удовлетворять себя. Вожделение. Это такая сила, что кажется, что любовь чистая или служение, оно проигрывает. Вожделение – сильнее. Там можно так любить, знаете, можно умереть от любви вообще. Люди, когда влюбляются, там, ну, такие драмы происходят, не дай Бог. А так служение, ну, что, накормить голодных, ну, как-то, ну, нет такой любви тут. Нет таких чувств. Ну, хорошо, конечно, но вожделение – сильнее, мы думаем. Но это потому, что неразвита эта программа. Она остается в зачаточном состоянии. И даже на базе вот этого эгоизма она еще может совершаться. Когда мы уже меняем программу постепенно, больше и больше, она входит, как бы, ну, в сердцевину нашего, как бы, существования, нашего сознания, сознания Кришны, тогда мы сможем понять, какая настоящая сила любви к Богу. Настоящая сила любви к Богу. Вожделение – это искусственная вещь. Вот такая перезагрузка. В этом, как бы, периоде нашей жизни очень важно следовать садане. Регулярно читать об играх Кришны, обсуждать, читать Бхагавадхиту, изучать философию, повторять святые имена Кришны. Регулярно это нужно делать, если мы хотим, как бы, ну, перезагрузить себя. Как отличить истину от иллюзии? Невозможно. Самому вряд ли это удастся. Нужно следовать наставлениям ачарьев, идти по их стопам. Есть проводники, которые проводят через болото, они хорошо знают там тропы по болотам прямо. Ну, а там есть тропы свои в болотах, невидимые. Ну, вот есть проводники, которые могут вас провести там. Но вы должны идти след в след, вы не увидите. У вас нет такого опыта, вы не увидите, где эта тропа. Там просто вода. Или почти что вода, болото. Какие там тропы могут быть? Но там есть свои тропы. И если вы пойдете сами, как вы это различите? Ну, да, вы можете различить ценой своей жизни. Попробуйте туда наступить, сюда наступить. И вы утонете просто. И вы, ну, получите опыт. Вот сюда ходить не надо. Но вы не дойдете до конца. До конца же вы не дойдете. Сегодня люди так же. Они получают опыт. Вот это делать не нужно было. Но уже поздно. Поздно семья распалась. Все. Дети брошены. Все. Нужен проводник, который знает эти тропы. Он говорит, по стопам великих очариев, исследуй их наставлениям. Не пытайтесь самостоятельно различать иллюзию. Вы утонете в болоте где-нибудь. Угу. Слушаю, пожалуйста. У меня вопрос о чувстве поведения. Вы сегодня лекции принимали? И еще в недавней лекции ваши слышали, что демоническое качество, оно проявляет в том, что ну что кажется, что Бог не справедливее, да? А они требуют чтобы чувство справедливости и этого качества. И у меня такой вопрос, а вообще это в принципе демоническое качество или преданное тоже может быть в принципе чувство справедливости и как тогда оно правильно должно проверять как они его используют? Чувство справедливости? Главная ошибка, несправедливость в том, что человек может злоупотреблять своей независимостью. Вот это причина несправедливости. Злоупотреблять своей независимостью, властью злоупотреблять, силой злоупотреблять, деньгами злоупотреблять, пищей злоупотреблять, чем угодно. Чувство имеет такую ненасытную природу, поэтому человек злоупотребляет всегда своей независимостью. Это и есть несправедливость. Это касается каждого человека. Поэтому по большому счету все здесь несправедливо в материальном мире. Но поскольку есть реакции на наши поступки, то все равновешивается. Мир держится в равновесии именно по этой причине. Например, человек делает зло. Зло становится сильнее. Сильнее люди начинают подражать этому еще больше, принимаются, в культуру входит зло, в культуру входит зло. Но как же это уравновесить? Ведь все перевернется тогда. Тогда зло будет считаться добром, добро злом, все перевернется. Есть реакция. Вы делаете зло, и реакция наступает на это поведение. Оп! И вы страдаете. И снова все равновесие. Никто вам не будет подражать вашим страданиям. И на всякую акцию есть реакция. Таким образом, мир держится в равновесии, не рушится. Это справедливо. То есть, то, что мы делаем несправедливо, законы Бога справедливы. На акцию есть реакция. Если же вы уже приступили к преданному служению, к духовной практике, к трансцендентной деятельности, уже не важно, справедливо это или несправедливо. Просто вы получаете реакцию, остатки реакции за какие-то прошлые деяния, их нужно потерпеть. Вы же больше не совершаете злоупотреблений. Вы служите Богу. Вы уже не совершаете злоупотреблений. Вас уже не касается это справедливая и несправедливая сторона. Это другая жизнь. Это Кришна-карма. Здесь все будет правильно. Если злоупотребляете в преданном служении, тоже будут реакции, конечно же. Но, как правило, если у вас четыре принципа строго, если у вас 16 кругов внимательно, стабильно, если книги читаете, если в миссии заняты, у вас не будет больших злоупотреблений или долгих каких-то процессов. Это ускоренный процесс. Еще по привычке можем что-то нарушать, гордиться чем-то, кого-то унижать или обижать, но это лишь дело времени. Быстро все изменится. Очень быстро человек приобретет смирение, почтение, терпение и ощутит трансцендентное блаженство внутри себя. Если же он увязнен в критике и оскорблениях, он будет злоупотреблять своей независимостью. Замедлится его рост надолго. Нет, не обязательно. демоническое махладение. Это может быть мотивом иссад-вагуны. Вопрос качества. В каком качестве человек борется за справедливость. Просто иногда у них, у демонов, что? Справедливость служит причиной, поводом, для того, чтобы совершить что-то демоническое в ответ. Тогда это демоническое. А так, почему справедливость должна быть? Должна быть справедливость, но мы должны уважать, с уважением относиться ко всем, иначе это будет несправедливо. Даже если мы кого-то поправляем, обучаем, с уважением это делаем. Демоны, они насилие будут применять, видя какую-то несправедливость. Они возьмутся за оружие, не знаю, за что еще, и они будут враждовать друг с другом. Преданный – нет. Они решают эти вопросы с уважением. Есть культура овощнавская. Если вы поссорились с кем-то, преданные, вы понимаете, что это нехорошо, нужен мир, они должны кого-то считать своим врагом или завидовать кому-то. Преданные все это понимают. И еще по привычке им трудно, может быть, общаться, как-то решить этот конфликт, кто же первый это сделает, и не хотят тоже. почему должен унижаться, со мной так поступили, или другой то же самое скажет, обвиняют друг друга. Но Рупагасами говорит, берете кусочек просада, маха просада, подходите, просто дарите, и ничего не говорите, просто уходите. через какое-то время снова делаете то же самое, маха просада даете человеку. Вот тебе от Кришны, все. А потом может состояться какой-то разговор, уже на какой-то хорошей почве. Не на почве обид, там, знаете, боли, там, обвинений, упреков постоянных. В семье то же самое. Демоны разрушают семью, думаете, кто? Преданные не разрушат ничего, а демоны разрушат. Вопросы вы можете передать и написать? Хорошо, написала. Вот, я не знаю, вы, мы, 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 А вот если я хочу много поесть, не является ли это до употребления просадок или как-то можно переключиться? Пока, похоже, нет. Пока ты перевариваешь, можешь есть сколько хочешь. Придет время, когда ты не сможешь переваривать столько пищи, и ты должен другую программу заложить питание. Не живите по привычке, с питанием – это уже важный вопрос. Вы должны регулировать свое питание по мере времени. Тело меняется, оно стареет. И не живите по привычке, погубитесь в свое тело, превратитесь в рухлить. Нужно успевать за этим, разум должен быть впереди. Но пока ты перевариваешь, если ты не спишь потом после просада полдня, а у тебя есть энтузиазм для предного служения – это нормально. Это нормально. Просад принимается для вдохновения, чтобы были силы и вдохновения служить Кришне. В этом его причине. Если просад принимается, чтобы потом спать, то злоупотребление. Благодарю. 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 plagiarяK shift. Благодарю. 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 Я как бы подумала, что это очень глупо, и она сама сказала, можно глупый вопрос задать? Я говорю, по-моему, у тебя глупых вопросов не бывает, Наташа. И вот после этого вопроса я как бы, вот с Кишарой, ну, как бы, его нужно понять, зачем она, во-первых, этот вопрос задала, и он очень, как-то считаю, я интимный, но если вы позволите, можно как бы его спросить? Ну, не знаю, что за вопрос, меня заинтриговало всех уже. Она сказала, она спросила, вот в материальном мире существует оргазм, да, когда мужчина с женщиной доходят до оргазма. Вот, и она спросила, а Кришна такой же испытывает вот этот вот пик оргазма, там, в духовном мире, как здесь? То есть вот такой вопрос был, просто обычный вопрос как бы. А я говорю, я сначала сказала, зачем тебе это, и все. И потом говорю, ну, ладно, я Кишара спрошу. Пошла, спасибо, Кишара, Кишара, что-то так, ну, стеснялся, и мне, ну, пусть читает, что-то дальше. Ну, я, короче, говорю, я ничего не знаю, я ничего не знаю. Я поэтому у вас спросила, как бы, надо это вообще кому-то человеку отвечать, как-то мы это попросили, или показать что-то ей, как бы, ну, я не знаю, что ответить. Спасибо большое, Кишара. Да, да, можешь, не стесняйся, тут что-то стесняться, тут кроме оргазма ничего нет в материальном мире этого, все об этом думают, как бы, что-то стесняться-то. Все через гениталии мыслят сегодня, обычные люди. Это сказали Ачарии, то есть мы учимся мыслить по-другому вот в сознании Кришны. А так, да, все вот стремятся к этому оргазму, вот, и Прупада, например, общался с наркобанами, помните, и они спросили его, а что такое сознание Кришны? Что они имели вот вкус этого наркотика, да, ЛСД, или нет, или у них это был эталон, как бы, вот этого экстаза. И Прупада сказал, представьте эту комнату, набитую ЛСД. Все так посмотрели, сказали, о-о-о-о, ну, поняли сравнение, вот это сознание Кришны. Вот такой оргазм, представьте себе. Так что это гораздо больше и гораздо чище, чем то, что она думает. Говорит, такой же у Кришны, да не такой, гораздо больше и лучше, и чище. Секс есть в духовном мире, Прупада говорит. Не беспокойтесь. Но он там чистый, настоящий, духовный. А здесь это извращенная, как бы, деятельность. Так что смело отвечай, и все, чего боишься. А Леонид Кришна, а что может ответить? Скажи, лучше, гораздо больше, чем у тебя. Миллионы раз, ну, конечно. Хорошо, спасибо большое. А Леонид Кришна, просите, пожалуйста, я могу включить камеру. Мы все в камерах тут сидим, видите. Можно вопрос, пока никого нет. Кто-то находит Кришну, а кто-то Паундраку, кто-то Паундраку. Это, так сказать, вина самих людей или что-то еще. Ага, то есть люди выбирают, да, кто-то Паундраку, кто-то Кришну. Вина людей. Да, вина и людей обычных, и лидеров. Главную ответственность несут лидеры за вот эти вот критерии. Критерии религии, культуры, традиций, семейных традиций. То есть лидеры отвечают за это главным образом. Но и люди тоже несут ответственность. То есть люди в невежестве – это плохо. И лидеры невежества – это гораздо хуже, конечно. Обычно люди все свалят на кого? Ну, мы живем, как нас научили, они говорят. Мы другого не знали, нам другого не давали. Мы невинные. Их и называют невинными. Они ожидают, что лидеры должны знать, куда ведут людей. Там у них наука, там у них религия, там у них. Все, богатство в их руках, власть в их руках. Они должны знать. Они правы в этом, что лидеры обязаны знать эти знания иметь. Обязаны. Но сегодня и лидеры, и обычные подданные, так сказать, люди, они в одинаковом состоянии находятся невежества. Материальное образование сейчас не имеет значения, разницы. Между высшим образованием и средним образованием разницы нет, потому что у них цели, цели не определены ни у тех, ни у других. Поэтому разницы нет. Поэтому слепые лидеры ведут слепых людей. Сегодня такая ситуация. Ну, а какой у них выбор, вот скажи? Обычных людей, если они невежества. С ним дать знание, какой-то свет, тогда они могут выбирать. Поэтому мы распространяем сознание Кришны, эти книги, философию. Свет какой-то, Бхагава, гиты, знания людей просвещают. И тогда они уже начинают выбирать. Уже у них появляется эта возможность. И у лидеров. Причем интересно, что обычные люди быстрее это делают, чем лидеры. Быстрее, удачливее. Потому что невинные. А лидеры обусловлены сильно властью, богатством. Им труднее принимать эти знания. Им труднее расстаться с своим как бы успешным, высоким положением. С паундракой. Слышу, Альцам. Рик Кришна, дорогие лидеры. Рик Кришна, читали, что вечером не пробовали? Слышу микрофон. Не слышно ничего. Я уже половину сказал. Рик Кришна, я не знаю, что вечером не пробовал. Никакому, пожалуйста, кому-то. Я, с одной стороны, хотел отчитываться, как проходит подготовка концертов. Чем ближе, тем больше экстаза. Я газа, как всего на свете. Так что, если кому-то не хватает, можно подключиться и остаться в последний день. Мы, в общем, у нас тысячу ноль пятнадцать, мы переводили за тысячу. У нас тысячу ноль пятнадцать места занято. Осталось всего 300, примерно 65. И вот осталось 10 часов. За 10 часов надо заполнить 365 минут внутри. В общем, мы так понимаем, что больше тысячи – это уже большое чудо. Это уже как-то Господь Литянанда точно тут унижался в нашу деятельность. А хотел бы задать вопрос, связанный с тем, что мы говорили о том, что каждый человек должен стремиться к чему-то. И если это стремление, оно связано с материей, то как бы разочарование происходит. А стремление к преданному слову, все, в принципе, говорят, надо стать чистым преданным. То есть стремление к чистому преданному, преданному служению – это нормально. А когда человек достигает уже определенной квалификации, неусловно чистого, чистой преданности, то тогда он почувствуется. И тогда уже нет свободы. А, так, так. Насколько я понимаю вопрос. Нет, стремление там большое очень. Наверное, больше, чем садана. Это высшие саданы, то, о чем ты говоришь. Это спонтанное преданное служение. Там сильное стремление к служению. Непреодолимое. То есть, если даже в материальном мире мы видим, что люди стремятся, но не устают в этой борьбе, им нужно как-то отвлечься от своих планов, от тех ситуаций, где вот это напряжение, да, где работа их совершается. Это трудно очень. Вот это садана. Это, конечно, садана. Она также некую трудность представляет для практикующего человека. Но когда он достигает уже спонтанной преданности, этих трудностей не существует. Нет таких перерывов и даже пауз. То есть 24 часа в сутки у него сильное стремление внутреннее. Ну, Кришна таков. Кришна таков. Спасибо большое. Дорогие друзья, дорогие Нараш. Пожалуйста, работаем со Слава Шеликова. Дорогие друзья, дорогие друзья. Дорогие друзья, сегодня у нас программа, концерт. И я вот розыск стал такой. Потому что много приветных участвует. У нас в полу 25 человек участвуют в поле благотворения. Много музыкантов, огромная команда задействована в организации. И какая вот мотивация для всех участников этой программы, поведенческой любви, поведенческой программы точно порадует вас, Шелапрупаду, Господа. Потому что мотивация, как вы сказали, что это самое ценное. Как Шелапрупада так говорил, вы знаете, этот пример я рассказывал, коротко перескажу. Когда была Радхаятра, организована Радхаятра в тот самый день, не смог быть на Радхаятре, потому что чувствовал себя, может быть, он болел как-то. То есть он не присутствовал на Радхаятре. Он сказал ученикам, вы пойдете, вы все сделаете в этот праздник, сделайте сами. А это большой праздник, это городской праздник, там центральная улица, там площадь, там тысячи-тысячи людей могут собраться. И ученики, они орабели и сказали, Прабхупада, но вы всегда проводите киртаны и лекции, но мы не чувствуем, что мы способны такие программы провести на таком уровне. Но Прабхупада сказал, просто делайте все как можно лучше для Господа Джаганатфи, уже там будет присутствовать Господь Джаганатфи. И он будет доволен, и все будет хорошо. Ну и вот так он отправил учеников. Они ушли, и несколько часов, это часов там шесть-восемь, все длилось. Когда они вернулись, Прабхупада спросил, ну как прошел? Прошла Радхаятра. Они были все в экстазии. Они кричали, Джаганатфи, Прабхупада. Было полное впечатление, что вы были с нами. Все было точно так же. Просто старайтесь для Господа как можно лучше делать то, что вы делаете. Все, он будет доволен. Не сложно. Не сложно. Все вопросы исчерпываются. Тогда спасибо. Спасибо. Что в нашей аудитории? А то кормить не буду тут. Тут строго все у нее. Есть скрытые мотивы. Есть явные мотивации и скрытые мотивации. В материальном мире всегда есть скрытые мотивации. Над этим мы работаем. Как я сказал, мы сразу можем этого не увидеть. Скрытые мотивации. Как одна преданная мне рассказывала, что когда она еще была молодой совсем, она хотела общаться с какими-то мальчишками, с которыми нужно было иметь какие-то дела. Деловые отношения. Что-то хотела делать или делала уже, хотела занимать их. Говорит, прошли годы, я поняла, что мой мотив был выйти замуж. А тогда мне давалось себе что-то, я просто занимался делами, хотел заниматься с ними делами, вот с этими людьми. Потом выяснилось, говорит, я сама это поняла, что, оказывается, это была своя амвара. Я искала себя просто тому уже таким образом. Но это был скрытый мотив. Природа так действует. Вот это тоже есть. Эти мотивы тоже как бы имеют место быть. И не думайте, что они все незаконные. Согласно природе и возрасту человек имеет право на материальное желание тоже. Чтобы жить здоровой жизнью. Что-то защищенное, психическое, физическое. Обычно это в брак вступают. Но наша задача глубже этого мотива осознать себя. Принимая это все, можно принять. Нет, не отвергается. Но осознать глубже еще мотивацию. Причину. Не думайте, что отвергнув этот мотив, вы освобождаетесь. Нет. Должны мотив приобрести более глубокий. Тогда, может быть, в браке или не в браке, это уже не отражается на вашем успехе. Успех будет в любом случае. По судьбе, может быть, там не дан хороший брак, там или что-то еще. Но с духовной точки зрения вы достигаете успеха. Независимо от вашей судьбы, как бы она ни строилась. Иногда мы думаем, что духовная практика создаст мне хорошую судьбу. Материальную. Нет. Ваши родители остаются те же самые. Ваш муж и дети те же самые. Ничего не меняется. Какая новая судьба. Вы в том же теле. То же происхождение, те же качества. Но туда добавляется что-то ценное. Добавляется сознание Кришны. Это делает успешно вашу жизнь. С теми же детьми, в этом же теле, в той же стране, не знаю, в те же условия. Трансформация происходит. Все лишнее уходит само по себе. Многие друзья покинут нас, как только мы встали на путь сознания Кришны. С тобой ни выпить, ни покурить. Все, они пойдут. Это хорошо, это хорошо. Придут новые друзья. Новые отношения. В которых мы сможем понять, что, оказывается, у меня и не было таких отношений в этом мире. Нас связывали внешние вещи. Внутренние мы не были связаны по-настоящему. Здесь, если с нами разобраться, какие мы разные сюда пришли вообще, что нас связывают. Внутренняя вещь, духовная вещь. Здесь начинается новая, как бы, эра нашей жизни. Мотив, как бы, сознание Кришны очень глубокий. И необратимый. Никогда вы обратно в этот мир не вернетесь. Никогда, может быть, не было такое. Я хочу сказать, что Боя служение связано с тем, что все эти дож ыжетты для разных людей. И когда у меня с этим процессом, то есть, я чувствую, что я смешусь к тому, что в частности я опыт победительства, победила на нем определенных различных людей, которые в дальнейшем смогут стать постоянными способствами в разных проектах. Я как бы, у меня здесь есть люди, которые относятся к созданию проекта, потому что они просто знают там, когда они пытаются просто помочь, у меня нет такого мотива, как они имеют. И я подумал, насколько это я принимаю свою природу, насколько это правильнее, и я как бы осверняюсь с чем-то, это зависит от своего природы, осужения проекта. То есть, насколько это правило нужно просто давать и еще не ожидать. Потому что я не ожидаю, что, когда начинается проект, они смогут делать. То есть, что ты ожидаешь этих людей? Да. Можешь не ожидать ничего. То есть, я спокойно отношусь к тому, что они захотят участвовать, а может быть, они не хотят. Тем не менее, в своей главе, в своем роде, в теоретическом, в общем, так ты можешь управлять, что они были подобно, хотят и с нами? Да, но к этому не привязывайся. Я понимаю, что ход мысли такой может быть, почему нет. Не привязывайся к этому, иначе потом будешь расстраиваться. Как? Ну может пример не очень, в принципе подходящий, но может, если пингала стоит и смотрит, мужчина зайдет ко мне или не зайдет этот? Вот этот зайдет, заплатит. Нет, прошел мимо, ну ладно, вот этот зайдет. Опять мимо прошел, боже мой, где же мужчины богатые? Так она стояла целый день, никто не зашел. Потом подумала, а что я стою здесь вообще, думаю об этом, зачем потратить свою жизнь на это? Она освободилась таким путем. Когда в нее проникло это дух отречения, она как будто прозрела вообще. Это в Багово там пример описывается. Рагунадас Госвами, он же также отречение принимал. Он не сразу стал, ну как бы, на высшем уровне отречения. Сначала он просто принял саньясу. Сын богатых родителей, поэтому все его знали. Он был известен очень, что очень богатые были родители, мультимиллионеры. Но золотая молодежь, знаете, ну. Очень круто. И принимает саньясу. Нищенствование. Ну и слух сразу слышали, он принял саньясу. У него наследство такое, а он отрекся. И что он теперь делает? Он там на дороге сидит, подаяния просит. Бегали, смотрите что-то все. Точно, точно он сидит, подаяния просит на дороге. А Рагунадас Госвами думал, что тут сижу и как это? И жду, когда человек дает, говорю, хороший, не дает, плохой. Сижу и думаю об этом. Я же отреченный. Ушел с этой дороги, чтобы эти мотивы выбросить из головы. Пошел в место, где просад Джаганадхи. Его много очень просады, и он раздается просто бесплатно. То приходи туда, брать пищу. Он уже и на дороге не сидит. Смотрите, он просто там за пищей раз приходит, и все, ничего ему не нужно. А Рагунадас подумал, что я тут хожу как в столовую. Привязался к этому месту. Он ушел, знаете, куда выбрасывали уже остатки просады испорченные. Там промывал какой-то рис от слизи испорченный в воде. Этим питался. И однажды Господь Читания явился и говорит, ты почему меня не приглашаешь на этот пир? То есть он обрел эти отношения с Господом Читания таким путем. Господь Читания так восхищался его стремлением, этой мотивацией, этой чистотой, что сам явился к нему. Вот такие истории описываются. Поэтому деятельность всегда в гуне страсти, любая активная деятельность в гуне страсти, она привязывает. Поэтому нужно помнить о Кришне. Что мы не привязаны, мы не нищие. Кришна у нас самый богатый. Все богатства, которые в этом мире есть, это Кришне принадлежит. Будут они постоянно давать деньги или не будут постоянно давать, мы сейчас не знаем. Но они же хотят помочь. Они совершают хорошую вещь. Уже можно их благословить за это. За один раз даже можно человека благословить, потому что он что-то хорошее от сердца, от души сделал. Все, мы уже благодарны достаточно. Если он себя посвятил еще этой яге, так это вообще великая личность, великая душа. Ты себя посвятила. Другие люди тебе помогают. Какие проблемы? Все богатства пришли от Кришни. Какие проблемы? Итак, поскольку задание нескольких вопросов, то завтра, похоже, будет. Что, последний вопрос? Ну, последний, давай. Последний вопрос. Я вышелся в конца киневиз Cypia . Ну, есть его держать, это чувство не такое высокобождение. Мы не понимаем чувства, мы не рады, мы не слышали, мы не понимаем, какими чувствами, что происходит в воздействии с людьми. То есть, делаем это, когда мы занимаемся перед вами. И я слышу, что там, если у нас есть чувство людей. То есть, мне кажется, что для того, чтобы мы слышали непрождение, когда мы на детстве и на чувстве жителей стали жалко. Это чувственное наслаждение, и это какие-то другие чувства. Чувственное наслаждение – это когда ты что-то пробуешь, чувствуешь вкус, касаешься осязанием – это чувственное наслаждение. Да, это сексуальное наслаждение, пища – это может быть просто сон, комфорт. Или зрелища, какие-то человек смотрит для ума, а там наслаждает чувства, воображение. Это чувственное наслаждение, связанное с восприятием чувств, органов восприятия. Ну и фантазии на этой почве, все. А духовное счастье, оно не исходит от органов чувств, а из сердца исходит. Есть разница, ты понимаешь, о чем речь идет? Это говорится, как вот солнце всходит. Ты тут ни при чем. Солнце всходит, и все освещается. В том числе и чувства тоже освещаются, но ты понимаешь место этих чувств. Вот в чем разница. Чувства не уходят никуда. Ты понимаешь их функции и предназначения. Вот и все. Не поддаешься их влиянию полностью, а понимаешь, как правильно ими пользоваться. Потому что, когда ты получаешь счастье от сознания Кришны, все будет прекрасным. Любой запах, любая форма, все будет выглядеть прекрасно. Любая вещь. И вот тут важно не доверять снова чувствам. Когда мы доверяем чувствам, они потом начинают вдвойственность впадать. Это нравится, это не нравится. Это хорошо, это плохо. Друг враг начинает нас вот так вот вибрировать. Майя начинает проявляться. Но когда сознание Кришны видит, ты видишь, что все хорошо. Любой человек, частичка Бога, ты видишь это. Освещается чувство, освещается ум, освещается… Ну, все, сознание освещается. Это сознание, конечно. Чувство – это просто чувство. Почему люди привязаны к этим картинкам всяким в интернете? Потому что чувство. Пережевание пережеванного. Так можно всю жизнь прожить без толку. Наслаждаться – это природа души. Это наша природа духовная. Просто тело сейчас забирает это наше качество. Тело поглощает. Тело доминирует. Функции тела доминируют над нашим сознанием. Когда сознание поднимается выше, тогда происходит наоборот. Ты используешь это тело для служения Кришне, потому что ты душа, ты наслаждаешься духовно. Ты не тело, а тело наслаждается материально, а душа – духовно. И что выше? Ты же понимаешь, что выше наслаждение духовное. И чувство становится как бы проводниками духа. Ум – тоже проводниками души. То есть они начинают служить. Тогда твое наслаждение будет полным, внутренним, полным. И внутренним, и внешним одновременно. Завершенным. Тебе будет неинтересно чувственное наслаждение. Хорошо. Продолжение следует... Господь. Более О